Туристы и милитаристы А всё почему? Потому что у нас сейчас на... По крайней мере, я бы так и сделал. Мне сейчас просто крайне любопытно, что мы увидим, потому что у нас сейчас на кухонном мини-тесте в рамках зарубы Турист-милитарист, в рамках номинации Турист-милитарист, нож производства ООО ПП Кизляр под названием Стерх-2, который реально создал интригу в уличных тестах. Потому что, если вы помните, четыре ножа до него выступили, ну, скажем, замечательно выступили, и тут вышел Стерх от ООО ПП Кизляр, который, ну что там скрывать, многие критикуют, там и сталь, не сталь, и качество, не качество, и сборка, не сборка. Нож этот, насколько я понимаю, сделан просто как такой пробник из стали Д2, и он в единственном экземпляре, но уже есть информация, что сейчас ООО ПП всерьёз задумывается о том, чтобы какие-то... Поставить, скажем, Д2 не базой, но на некоторые свои модели они будут ставить Д2, и если качество будет вот такое, вот, как было на уличном тесте со Стерхом-2, то, конечно, я думаю, что это будет действительно... Что-то будет действительно очень круто. Почему? Потому что я никогда не скрывал, у меня даже есть отдельное видео, я никогда не скрывал своей любви к компании ООО ПП Кизляр. Именно так вот. Ну, скажем, конечно, это не любовь, как любовь к маме или к родине, но, я думаю, вы понимаете. Идёт... И я вот сейчас, с учётом того, как он выступил на улице, я буду придираться к нему по полной. И придираться здесь нечего. Очень мягко идёт у нас картофель. Нож, конечно же, не маленький. Стерх-1 у нас выступал тоже в зарубе небольшой такой, там на 4 ножа была заруба. Ну, и, честно сказать, конечно, на восьмёрке он немножко себя показал не хуже, но попроще. Здесь я понимаю, что у нас нож заточен идеально. Это после всех уличных тестов, после всех вот этих вот моментов, которые мы ему дали. Спуски здесь прямые от обуха. Ну, и сегодня мы будем делать супчик, поэтому я сразу буду нарезать всё это дело. Хотя обычно у нас идёт никакого даже намёка, не это раскалывание, и нарезка идёт очень здорово. То есть, в турнирную таблицу идёт только чистка картофеля, нарезка не идёт. Просто я это делаю для того, чтобы потом не тратить на это время. Сразу же идёт из песни. Звук лёгкий, хрусточка есть, но режет очень мягко. Так, другая. Ты мне только палец не отрежь. Так вот, у меня есть кухонный монолог. Нож был по морям, если мне не изменяет память, речной, в котором я совершенно чётко говорю, почему мне нравятся ножи ООО ПП Кизляр. В первую очередь, именно за свою народность, за свою доступность. Ножи у них очень недорогие. По своим. Может быть, они, конечно же, они не такие вылизанные, они не такие мажорные. Может быть, где-то на какой-нибудь найфовке светануть кизлярским ножом. Ну, наверное, наверное, это надо иметь определённую смелость. Это всё равно, что я не знаю, там в каких-нибудь... Ну, ладно, не будем там сейчас какие-то аналогии проводить. То есть, я думаю, что все, кто в теме, все, кто в курсе, они все понимают, что я имею в виду. Вот такое вот у нас лёгкое было поскрипывание лучка. Мощнейший кончик. Всё по-кизлярски, всё по... как обычно. То есть, ничего какого-то здесь каких-то вот какого-нибудь тонюсенького мега-сведения там или ещё что-то я не увидел. Это обычный нож, который вот как он есть. И, скажем, их ножи. Ну, вы посмотрите, что же он зараза делает, да? Я вам могу сказать честно. Вот я обычно, когда тестирую на кухне какие-то туристические ножи, я всегда говорю, ну, конечно, с учётом, что это не кухник, не кухонник, он режет для своих размеров параметров и толщины нормально. Только что этот нож порезал лук как кухонник. То есть, у меня совершенно был полнейший контроль над процессом и прям вот полный фэн-шуй по луку. Парни, которые кричат о том, что я проплачен кизляром, просто смотрите внимательно все тесты, сделайте покрупнее изображение, смотрите внимательно на камеру, ну, как тут обмануть. То есть, вот так, картофель, лук, ну, давайте огурчика на сандалии, и я действительно очень-очень надеюсь, что, во-первых, проекту терки быть, юбилейный нож у нас будет, сейчас, там просто получилось так, что какие-то силы ОООО ПП были брошены на другие проекты, сейчас им прям занялись вплотную-вплотную, по крайней мере, это то, что вот мне говорят из первых рук. То есть, лично я, конечно, за спиной ни у кого не стою, и в затылок не дышу, но факт остается фактом, что я уже даже закинул удочку, и удочка это кому-то там не понравилось, типа, что там с басурманскими сталими, наш родной нож, но я сказал, что было бы здорово, на самом деле, теркино сделать в Д2, если будет такая возможность, если это будет именно вот такое вот качество. Ну и, конечно же, за совершенно бесплатные деньги нам предлагают ну просто шикарничаю ножи, именно не по понтам, а по рабочим качествам, то же самое речной. Речная серия, ну, я не знаю, там, сейчас понимаете, все вспоминают, я помню, какой-то на меня просто шокирующий эффект, произвел нож рубеж, он стоил там, ну, он вообще нифига не стоил, ребят, сейчас, вы меня простите, я сейчас не рисуюсь, но при переводе в евро меня это просто шокирует, эти цены, я помню, как у меня просто был взрыв мозга, когда я им начал строгать и потом резать, это просто было что-то с чем-то, а он был, между прочим, на восьмерке, помидорочки, дадим ему сперва сложную помидорку, а потом полегче, вот у нас здесь такие есть, которые немного уже отдохнули, очень легко, но врать не буду, конечно, бывало так, что помидоры и получше, очень, то есть, я мог бы вам действительно, посмотрите, насколько ровные ломтики и насколько, ну, здесь ни замятий, ни скрипа, ничего не было, то есть, я мог бы, честно говорю, я мог бы наврать и сказать, что это идеальный скальпельный рез, нет, вот скальпель здесь не чувствуется, здесь чувствуется очень хорошее качество, то есть, не западает, не заминает, каких-то нет у меня именно желаний там протащить кромку, как-то вот, ну, подыграть ножу, скажем так, нету такого желания, но даже вот на боковых, где обычно вот спотыкаются, ножи, у которых есть проблемы небольшие с заточкой, очень ровно все, очень красиво, действительно, мягко-качественно, так, ну и поставим тогда нож, нож, помидор сегодняшней закупки, он такой, немножко покрепче, тут недавно совсем комрады сказал, кто-то из комрадов сказал, что мне больно смотреть на твои помидоры, я бы хотел там тебе привезти из Сибири, и так далее, да мне самому больно смотреть на наши помидоры, ребят, у нас помидоры из Голландии, из Польши, и эстонские помидоры, несмотря на то, что они стоят там в два с половиной раза дороже, я покупаю с удовольствием, они стоят действительно дороже, ну, вы понимаете, политика Евросоюза, мы обязаны как бы подстраиваться, потому что у нас, поэтому у нас местные производители, они вынуждены продавать гораздо дороже, чтобы хоть как-то выжить, это, ну, о политике не будем, и я понимаю, что такое помидоры, я понимаю, что такое помидоры на юге, что такое помидор бычье сердце, когда ты его берешь, и запах в квартире стоит от одной помидорины на всю квартиру, но, вот за что я хочу огромное спасибо сказать, Россия, это, вот за вот эти вот, вот за этих красавцев, сейчас самый сезонный, по 11, по 12 килограмм беру, и, конечно же, с вот этими вот, греческими, испанскими, марокканскими псевдоарбузами, там даже рядом не стояло, это самые вот, из России сейчас идут такие вкуснейшие арбузы, вот я говорю, у меня полный рот, слюны набрался, чуть-чуть покрепче у нас здесь кожица, кожица, и вот здесь уже скальпель, вот здесь уже у меня идет, действительно, посмотрите, с учетом того, что совершенно, 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 такой нехилый клинок, не самый тонкий, ну вот сейчас, похвалил, один раз чуть-чуть скользану, то есть, очень хорошо, пускай не, там, не с двумя плюсами, не с восклицательными знаками, я могу за помидоры поставить, ну ладно, с учетом, вот, именно, каких-то, жеваний губами, пусть будет 5 с минусом, но не 4, если мы по пятибальной оценке, по пятибальной шкале, оцениваем, то есть, очень даже, очень даже, почему же, поехали дальше, ну и, продолжаем наш интерактивный проект, несуществующий теоретический нож, на всякий случай, вот я уже написал, кстати, ВКонтакте, что, как-то я сам по себе, по определению, решил, что этот нож будет фиксидом, не знаю почему, и поэтому, давайте договоримся так, что мы вот, в рамках вот этой номинации, этот проект доведем до конца, и посмотрим, что же у нас за такой нож получился, фиксид, а потом, мы сделаем такой же самую, такой же самый интерактивчик, но уже конкретно по складни, потому что, вы же понимаете, что там будет гораздо больше полета фантазии, именно, и это он режет, ту самую банку, которую, вот не дам соврать, видите, здесь кожица, она отслаивается, вот, то есть, это вообще капец, для того, чтобы нормально нарезать, это то, что я называю, перетермиченная паприка, вот, скрип идет, но режет очень бодро, не мнет, не давит весом, не рвет, потому что бывает, что вот именно такая кожица, которая отслаивается, она рвется на ура вообще ножом, даже острым ножом, вот здесь, совершенно отличный результат, ну и предлагаю обратить свои взоры на рукоять, это не значит, что мы клинок оставили в покое, просто мне кажется, что нужно идти от общего к частному, то есть, мы разобрались с вами, ну не разобрались, мы продолжаем голосовать, за длину, толщину, форму клинка, и спуски, и к каким-то косметическим моментам клинка мы вернемся, но сейчас давайте все-таки займемся рукоятью, и конечно, самый первый, самый первый параметр, который я вам предложу, для голосования по рукояти, а пожалуй все-таки, пожалуй все-таки располовеним курицу, раз это у нас конкурсное, вот так, вот не хочу сравнивать, не хочу никого обижать, но вот так, понимаете, хоп, и заодно движение она пополам, и поэтому давайте голосовать за монтаж рукояти, ну и я вам предлагаю к рассмотрению, я понимаю, что вариантов очень много, но я предлагаю к рассмотрению те, которые являются самыми, скажем, привычными, самыми обычными, вот, несмотря на то, что это не какой-то там хищный супер тактик, несмотря на то, что это не какой-то там, сейчас найду сустав, вот нашел, не какой-то там небольшой кухонек, действительно вот походный нож, классический, то по факту, он режет просто суперски, это праздник реза какой-то, нож не для понтов, нож для работы, я вам предлагаю, ребята, голосовать в нашем интерактиве, за следующие, за следующие виды монтажа рукояти, ну пусть это будет классический всадной, пускай будет сквозной разборный, сквозной неразборный, фуллтанк, и поставим еще на прессовку, это когда какой-то пластик, или там резиновые какие-то моменты, напрессовываются на рукояти, то есть, вот так, ну и конечно, это будет весело, почему, потому что, вы должны понимать, что если вы голосуете, например, одновременно за напрессовку, и, а таких ножей действительно много, вот вам, пожалуйста, пример, вот это в чистом виде напрессовка, когда элострон напрессовывается на хвостовик ножа, то у нас получится смешно, что если вы голосуете, например, за напрессовку, а в следующем голосовании, у нас будет по материалу рукояти, вы, например, проголосуете за дерево, это мне захочется, прям лично посмотреть, вот, прям вот так вот, по ребрам вырезаем, ну, это просто песня, D2 работает как часы, просто капец как круто, в общем, все выводы, в финальном, в итоговом видео, но, я думаю, что вы, уже видите, все сами, и, какие-то такие вот моменты, их просто не скроешь, вот они, есть как есть, и кухня, и улица, скажу честно, тем ножам, которые претендуют на лидерство, им только и остается, что догонять этот нож, то есть, у нас явно, как в лыжной гонке, наметился лидер, я даже вот про помидоры, это действительно была вот придирка, потому что, это реально придирка была, потому что он чисто порезал помидоры, это уже был такой, извините за грубое слово, даёб, именно основываясь на отличнейших результатах уличного теста, а по факту он абсолютно все продукты порезал, просто вот я говорю, лук, как кухонь, курицу, раздел, раздел просто догола, спасибо за просмотр, голосуем за монтажи, если я что-то забыл, я просто добавлю в голосование, там все равно на ум придет, всего доброго, хороших вам дней, вот буквально, чуть не забыл, так, в голосование у нас идет, значит, как я сказал, с одной, сквозной разборный, сквозной неразборный, пускай будет фулл танк, напрессовка, и давайте еще добавим, знаете что, давайте добавим, может быть, кто-то захочет проголосовать за скелетник, то есть это просто в чистом виде металл, без ничего, все-таки я его от фулл танка отличаю, несмотря на то, что там полно, полно размерный идет хвостовик, вот уже пускай тогда у нас, как бы скелетник, все-таки пойдет в монтаж, а не в материал рукояти, еще раз всего доброго, друзья, спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok